Приветствую, друзья! Сегодня у нас практика по сборке компьютера. Давайте детально посмотрим, что нам нужно для того, чтобы собрать компьютер. Какие компоненты и, самое главное, последовательность сборки, чтобы все это в конечном этапе заработало, и не просто, а работало долго и надежно. Давайте приступим. Какие у нас есть здесь компоненты? Давайте детально. Что нам понадобится? В первую очередь, это техника безопасности. Нам понадобится вот такой вот антистатический браслет. И, соответственно, я его надену на руку. Вот, значит, можно надеть на руку, можно надеть на ногу или другую часть тела, так, чтобы вам это не сильно мешало. Значит, я завязал, надел, защелкнул. Так, отодвину чуть подальше, чтобы мне было комфортно и удобно. Так, 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 не очень комфортно. Так, вот так уже комфортно. Так, прекрасно. Значит, что дальше? Значит, следующий этап. Значит, нам понадобится термопаста. Вот она, собственно. Она будет забирать тепло с процессора. Да, вот процессор. Процессор нагревается во время работы. Соответственно, будем забирать тепло с процессора и передавать на систему охлаждения. Вот на этот вот радиатор. Вот на нем сверху есть вентилятор. И задача этого вентилятора крутиться и охлаждать. Так, я это все делаю отсюда. Отодвигаюсь, чтобы мы могли в конечном этапе все это делать. Так, процессор показал. Значит, следующая оперативная память. У нас будет две планки оперативной памяти. Производитель GoodRAM. И каждая из этих планок памяти на 8 ГБ. То есть, у нас суммарно будет 16 ГБ. Хотя на материнской плате можно доставить еще столько же памяти. Так, дальше. Мы будем использовать SSD-диск. SSD-диск от компании Samsung. 850 Pro на 256 ГБ. Что интересно, коллеги, то, что у меня компьютер будет самый обычный. И, соответственно, для этого мне понадобится переходник. Вот такой вот переходник с 2,5 дюймов. То есть, размер этого диска 2,5 дюйма. И мне нужно, чтобы переходник был на 3,5. Соответственно, будем использовать переходник. Дальше. Следующее, что у нас будет. Это материнская плата. Вот моя материнская плата. Значит, тут все компоненты внутри есть. И, соответственно, плата вот здесь вот внутри. И, соответственно, она нам понадобится чуть дальше. Вот я это все забираю. И, собственно, корпус. Коллеги, значит, что важно? Что важно по корпусу? Вот такой вот у меня маленький корпус симпатичный. Значит, что интересно, что важно, коллеги? То, что когда вы выбрали уже материнскую плату, то под материнскую плату выбирается уже корпус. Корпус имеет определенный форм-фактор. Форм-фактор это форма и фактор. Форм-фактор, размер и, собственно, форма. Так, раскручиваем. Снимаем крышку. Вот такой вот вид внутри. Вот такой вид внутри. И, соответственно, когда вы выбираете еще раз вашу материнскую плату, то нужно потом под нее подбирать корпус, да, чтобы это дело все могло стать друг другом. Так, дальше. Следующий этап. Защелкиваем крокодильчик, крокодильчик антистатического браслета. И дальше, собственно, я готов уже все это дело устанавливать. Значит, что еще важно, коллеги? То, что внутри, вернее, в комплекте с этим корпусом идет блок питания. То есть, вот эти провода, это все от блока питания. Значит, блок питания у меня, так, не знаю, насколько видно. Значит, какая-то модель непонятная. На 400 Вт всего-навсего. Вот ATX 400 Вт. Но, тем не менее, у меня процессор не прожорливый. Вот тут не будет каких-то супер крутых видеокарт. Будет использоваться внутренняя видеокарта, которая внутри процессора. Поэтому, собственно, блока питания должно хватить. Так вот, поехали дальше. Значит, следующий этап, что мы с вами делаем. Вот это начинаем устанавливать материнскую плату. Вот, прикрутим ее. Ну и, соответственно, дальше на нее будем устанавливать все остальные компоненты. Так, я беру вот коробочку с под материнской платой. Все это дело достаю. Кстати, обратите внимание, то, что внутри коробки с материнской платой идет инструкция. И, соответственно, здесь детально расписаны все разъемы. Все на свете подписано. А вот где первый разъем, где последний разъем, где какое напряжение. Нумерация там слева направо, например. То есть, все это дело подписано. Поэтому, не поленитесь все это дело почитать. И, соответственно, вы будете в курсе. То есть, вот начинается все с Install NCP. Вот, и системы охлаждения. Соответственно, мы сейчас поставим материнскую плату. И потом, собственно, перейдем к пункту 1.3. Будем устанавливать процессор. Так, ну что, поехали дальше. Я доставаю свою материнскую плату. Вот она идет в комплекте. Такой вот комплект в антистатическом кулечке. Вот, соответственно, мы это все дело распаковываем. Достаем. И, соответственно, вот такая вот у меня материнская плата. Давайте детально посмотрим, какие у нас есть здесь компоненты на ней. Значит, самый главный, наверное, компонент, это вот этот вот разъем. Он называется сокетом. И, собственно, в этот вот сокет, в этот разъем ставится у нас уже процессор. Значит, коллеги, внутри вот здесь вот такие вот маленькие выводы. Маленькие ножки или, как их правильно называют, пружинки. И, соответственно, на эти все пружинки потом ставится процессор. Значит, сюда внутрь руками лезть ни при каких обстоятельствах нельзя. Потому что плохо закончится, да. То есть вы подогнете чуть-чуть вот какую-то из этих пружинок и работать уже ничего не будет. Что интересно, у меня это материнская плата и процессор на 1150 ножек, да. То есть вот здесь вот 1150 ножек. Еще раз внутрь руками ни при каких обстоятельствах лезть нельзя. Что бы вам там не хотелось сделать, туда внутрь никто не лезет. Значит, я защелкну назад и я буду монтировать уже процессор, когда установлю плату. Значит, давайте быстренько пробежимся по всем разъему. Значит, вот эти четыре разъема, сюда ставится оперативная память. Вот, собственно, моя память и мы ее будем вот таким вот образом сюда устанавливать. Значит, на что нужно обратить внимание? То, что вот здесь вот слоты для памяти нумеруются. Нумеруются, соответственно, вот первый получается. Вот он. Дальше второй, третий, четвертый, да. То есть первый, второй, третий, четвертый. То есть сюда ставится память через один. Почему через один? Потому что, чтобы память, чтобы режим работы с памятью был двухканальный. Да, то есть, чтобы параллельно можно было писать и читать данные. Поехали дальше. Следующие разъемы, которые у нас здесь есть, это вот такой вот разъем PCI-Express. И сюда, собственно, ставится видеокарта. Ну, у меня видеокарты нету. Внешне у меня будет использоваться видеокарта, которая будет находиться внутри самого процесса. Дальше, есть еще два дополнительных разъема PCI-Express. Другой уже форм-фактора для того, чтобы можно было включать там всякие другие платы расширения. Дальше. Вот здесь вот, в принципе, все расписано. Это фронт аудио, аудио. Это вот передняя панель, разъемчики. Дальше компорт есть, LPT даже есть. Представляете, USB второй, первый. Опять-таки, это USB, который, собственно, с панели спереди корпуса. Дальше. Южный мост находится у меня вот здесь вот. И, собственно, вся периферия подключается к Южному мосту. Дальше. Вы спросите, а где делся Северный мост, коллеги? Северный мост сейчас находится уже внутри процессора. То есть, в старых компьютерах это была отдельная микросхема. Вот. Сейчас это все находится внутри уже самого процессора. Дальше. Разъемы ESATA, вот они. Они у меня все подписаны. Тоже обратите на это внимание. То есть, ESATA 0, это вот самый первый разъем. Потом ESATA 1. Дальше. 2, 3, 4, 5. То есть, у меня 5 можно подключить дисков. Ну, или SSD дисков. Для того, чтобы сохранять информацию. Дальше. Поехали. Следующий разъемчик. Вот здесь вот такой интересный. Это подключается сюда. Вот всякие кнопочки, индикаторы спереди корпуса. То есть, здесь все дело подписано. Не очень видно. Но, тем не менее, есть распечатка в бумажном виде инструкции. Это дело можно там все почитать. Так. Поехали дальше. Есть еще один разъем USB 3.0. Вот он. Его можно вывести на переднюю панель корпуса. Но у меня в корпусе нет USB 3.0 разъема, который наперед выводится. Ну, и разъем питания ATX. Вот такой вот большой. 24-контактный. Также есть дополнительный разъем питания для процессора. 12 Вольт включается вот сюда. Дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот какие разъемы есть. Значит, у нас есть два разъема USB 2.0. У нас есть PC на 2. Это для подключения клавиатуры, мышки. Дальше. Я могу сюда подключить три монитора. Это обычный VGA, это DVI и, собственно, вот здесь вот снизу HDMI. Дальше. Есть разъем. Два разъема USB 3.0. Ну, и тоже USB 2.0. Ethernet для подключения к сети, к локальной сети, к интернету. И, собственно, аудиоразъемы для подключения наушника, микрофона и, может быть, какого-то там музыкального центра. Так. Поехали дальше. То есть выглядит это вот таким вот образом. Значит, что интересно, коллеги, то, что при монтаже материнской платы нужно быть очень аккуратным. Потому что, если вы посмотрите вот на саму плату, вот так вот, вот, то вы наверняка обратите внимание на то, что она многослойная. То есть здесь где-то 12 слоев. Поэтому плату ни при каких обстоятельствах не нужно изгибать, потому что хрусь и хана. То есть внутри вот такие вот, видите, дорожечки, вот как сверху, так они внутри точно такие же между слоями. И трещина может быть где-то внутри. И ваша плата может не завестись. Поэтому на это нужно обратить внимание. Так. Ну что, поехали дальше. Давайте мы это дело будем уже устанавливать. Значит, следующий важный момент, на что нужно обратить внимание, то, что вот на корпус вот здесь вот нужно установить заглушку. Ее она не стоит. И эта заглушка, она индивидуально под конкретный корпус. То есть надо смотреть конкретный корпус. И под нее идет заглушка, под этот корпус. Под материнскую плату, да, под конкретную материнскую плату идет индивидуальная заглушка. У меня в комплекте с материнской платой вот такая вот заглушечка. Я ее разрываю, достаю. Достаю. Вот она у меня таким вот образом выглядит. И, соответственно, дальше я ее буду устанавливать. Значит, на что нужно обратить внимание, то, что вот эта заглушечка очень острая. И, соответственно, если вы что-то запихиваете, то нужно быть очень аккуратным. Потому что с помощью этой заглушки можно легко разрезать палец, новую руку и другую какую-то часть тела. Поэтому будьте очень аккуратны и, соответственно, не давите на острое, вот на ребро, а нужно давить вот таким вот образом сзади. Вот так вот, чик-чик-чик. Вот она у меня все красиво установилась. Значит, следующий этап, это я смотрю, вот выкидываю все эти провода из корпуса, потому что они мне будут мешать все это дело монтировать. И, соответственно, дальше я беру материнскую плату и устанавливаю. Значит, что важно, коллеги, то, что вот на материнской плате есть отверстия для крепежа, и они должны совпасть вот с этими всеми, вот, значит, подставочками, чтобы вы могли все это дело закрепить. Поэтому, вот, в первую очередь нужно посмотреть, попадают ли вот отверстия на крепежные болтики, да. Давайте мы это дело вот таким вот образом сюда поставим. Значит, устанавливать нужно вот таким вот образом сначала, чтобы мы попали на отверстие на задней панели. Так, нажимаем, аккуратненько все, значит, ничего силы делать не нужно, все должно заходить вот без всяких сложностей. Так, у меня все заходит, все попадает, вот, прекрасно, можно, о, все как родной, да. Значит, следующий этап, я беру отвертку. Отвертку нужно, коллеги, использовать самую, что не есть, обычную, без всяких магнитных, вот, наконечников, потому что, если вы используете, например, там, жесткий диск, то он боится, вот, магнитных всяких полей, и это плохо может закончиться. Так, я беру свои болтики, вот они у меня, 6 штучек, я их подготовил, и, соответственно, дальше начинаем монтировать. Так, берем, берем болтик, вот таким вот образом, значит, сначала лучше прикрепить какую-то одну из сторон, ту, которую легче всего, для того, чтобы, вот, наживить, да, то есть вы вначале наживляете болтики, вот, и потом будем их закручивать более, более плотно. Значит, почему нужно наживить, потому что где-то может становиться, где-то может не становиться, вот, вот плата, да, то есть могут быть какие-то не очень хорошие моменты, поэтому нужно вначале наживить. Так, не хочет наживляться, не хочет наживляться, потому что надо давить сильнее. Так, вот, так, вот, все получилось у меня. Так, я сильно, еще раз, не закручиваю, вот, так, не закручиваю. Наживляю. Так, ну, что, попал, не попал. Так, что-то не попал. Так, 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 так. Так, не попал. Так, смотрим еще раз. А, вот, значит, где-то у меня здесь выпрыгнул, получается, и попадать. Не хочет. Так, вот, все. Сейчас мы это делаем, все закручиваем. Значит, вначале вот это самое сложное, чтобы вы наживили хотя бы один бултик и закрутили. Так, есть, я один попал. Значит, наживляем следующий. Это вот будет у меня следующий вот здесь вот сверху. Значит, сверху, и, соответственно, вот мы его закручиваем. Так, есть. Есть. Так. Так, есть, есть, есть. Прекрасно. Прекрасно так. Ну, а дальше тут уже все легко, потому что уже плата, по сути, стоит. И, собственно, сложности быть не должно. Так, значит, да, вы помните, что перетягивать все эти болтики силой нельзя, потому что если тянуть сильно, то можно перегнуть, где-то будет лишнее усилие, и плата может треснуть, да, то есть треснуть, и треснуть это плохо закончится. То есть она будет у вас красивая, но работать не будет. Поэтому нужно об этом помнить. Так, следующий болтик, следующий болтик. Так, 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 давайте вот этот легче. Его крутим. Так, есть, поехали. Так, есть. Так, следующий. Следующий. Так, что ж такое. Так, следующий, следующий. Раз. Так, получилось. Получилось. Мы это делаем все затягиваем, 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 затягиваем. Так, ну и теперь вот этот, последний уже угловой, вот, мы его тоже установим. Так, тут этот провод питания немножко мешает. Так, прекрасно. Есть. Значит, плату мы установили, и, соответственно, следующий этап, это можно, вот, можно уже вставить процессор, там, можно подключать процессор. Значит, берем наш процессор, вот он идет в такой вот упаковке, запечатанный, собственно. Значит, давайте почитаем, что на нем там написано. Так, на нем написано Core i3-41, что-то там плохо видно, 41-30 с буковкой T. Это означает, что он у нас холодный, да, то есть он не сильно греется. Так, ну что, поехали. Давайте потихоньку тоже будем устанавливать. Открываем вот эту вот, значит, скобочку, вот, и, значит, снимаем пластиковую, пластиковую вот эту вот заглушку. Заглушку, значит, зачем она нужна, чтобы туда внутрь никто руками не залез, чтобы руками никто не залез. Значит, следующий этап, коллеги, значит, это на процессоре, на процессоре есть вот такой вот скошенный уголочек. Если вы посмотрите, вот здесь вот ключик, да, значит, желтенькая такая вот треугольничек, и вот здесь вот на плате тоже есть уголочек, видите, да, беленький. Соответственно, что это означает? Это означает, что процессор нужно ставить таким образом, чтобы он становился вот так вот, да, вот уголочек скошенный к этому скошенному уголочку. Значит, внутрь под процессор лезть тоже нельзя, руками там ничего не делать, потому что, опять-таки, плохо закончится. Значит, мы это дело вот таким вот образом устанавливаем. Вот он у меня установился, и, собственно, прекрасно. Значит, поехали дальше. Значит, мы закрываем, закрываем вот крепление, и вот таким вот образом это все затягиваем. Все, прекрасно. Процессор...